Ну что же, дамы и господа, всем приветствую Кабыч на Дмитро, и мы сегодня начнём проходить сердце отеков, 4-ю часть, мод Казёр Рейх, да, с надстройкой на возвращение Энвера, да, Энвер паша возвращается, вот, так вот, я хотел в стиме её найти сначала, но что-то меня подставили с обещанием того, что вы хотите, потому что мне в стиме пришлось её ставить, как ставят все пираты, да, то есть прямо в мод интегрировать её, вот, ну, поехали, ладно, не буду вам свои страдания все перечислять, всё по дефолту оставляем и попёрли, так, единственное, что я скажу по поводу этой надстройки, это будет немножко позже, вот сейчас, когда мы активируем его возвращение, так, сейчас пока тут вот что изменено, вот, добавили, вернули, точнее, партию единения и прогресс, она национально-папуристская, вот, так вот, ну и пока Абдул Меджит её возглавляет, пока, вот, и добавили они ещё в качестве фельдмаршала, так, сейчас, фигню сделал, конверт пошла доступен в качестве фельдмаршала, очень неплохого такого фельдмаршала, скажу вам так, и поставим качать, наверное, знаешь что, Османская армия ППшку даст, национальное единство даст, интересно, так, ну давай, да, давай, наверное, сначала вкачаем Османскую армию, а дальше будем идти по Метер Субстрит, вот, так, кстати, как тут с этими, всеми ивентами, Я со второго раза даже ставил её, потому что не получилось, у меня, сперва там какая-то дичь была, с инвалидными ивентами, сейчас вроде всё нормально должно быть, так, где у нас тут, вот, да, всё, ивенты даются, всё нормально, теперь будет, так, ресёч, ресёч винтовок поставлю, ресёч максимок и поставлю ресёч лампочек, Поскольку нам и это тоже пригодится, так, фабрики, сейчас все фабрики будут заняты, потому что, потому что, потому, так, и конвои чуть-чуть производить, и можно поставить ещё под лодки, куда-нибудь, вот сюда, всё, сталь сейчас закупим, сталь закупим у Германии, Так, одна фабрика всё-таки свободная есть, ну, давай поставим тогда за счёт этой фабрики ещё одну фабрику, всё, с недостатком ресурсов мы разобрались, мы хавик в ремене на максималочку по скорости, и, в принципе, можно ехать. Спасибо команде Квизер Рейх, великая работа, я хочу знать всё. Так, очень высокая популярити, потому что единение и прогресс полностью захватило, так скажем, все сферы влияния. Так, тут нам рассказывается предыстория, как Османская империя вступила в войну, что младо-турки под руководством трёх паша захватили власть, началась война. Тут рассказывается про также Берлинско-Багдадскую железную дорогу, про которую я ещё в книжке читал, про Первую мировую, что Британии это очень не нравилось. Вот так вот, так. И далее в программе «Статус Кво Антебелум» это что у нас случилось дальше. Сейчас вот Дядька Султан является больным человеком Европы, и Исмаил Первый, наверное, паша, становится лидером национальных популистов. Да, всё, магическим образом он у нас становится лидером. По лору Козерриха он, по-моему, где-то то ли в конце 20-х, то ли в начале 30-х годов изгоняется в Туркестан. Вот. Но дальнейшая судьба нигде никак не проясняется. То есть, в принципе, канону не сильно будет противоречить его возвращение. Возможно. В текст и файлике, который прилагался к 13-й веке, было сказано, примерно, следующее, что недовольство народа всё росло и росло, национальные популисты набирали силу, вынудили Абдул-Меджиды отречься от престола и пригласили назад изгнанника. В качестве султана по той причине, что он, во-первых, был популярен, во-вторых, его партия была последней партией, которая что-то могла хорошее для народа предложить, и третье, что он является по османским законам османского рода, потому что там что-то такое писали, что типа он с принцессой, дочкой султана, венчался что-то такое. Ну ладно, в общем, не буду в эти бредни особо вдаваться. Основную картину, в принципе, вы уже, наверное, поняли. Так, сейчас я статус-запись проверю, 5 минут съёмочка, ну где-то часовой эпизод будет, до первых каких-нибудь бунтов. Снимаем. Вот, так вот, тестовый я прогнал до 37-го года, до конца 37-го года, где-то в декабре будет армянский бунт. Это первое, что должно произойти, если, конечно, не случится что-то другое, ведь исторические фокусы по-разному случаются. Иногда в Казеррихе даже при исторических фокусах может тут, например, гражданка в США не случится, как мы играли, когда за Советскую Республику. Так что посмотрим, всякое бывает. Так. А по войскам можно выделить... Наверное, 5 дивок я выделю под Аравию, потому что на нас нападать будут. Аравия нападёт, нападёт... Кто нападёт? Нападёт Египет, и нападёт Персия. Поэтому сейчас я тут напополам поделю. Кто тут у нас будет командовать? Ну давай, Смет Паша будет на Египет наступать, в случае чего. Сюда посадим... Обязательство. В Зи Паша. И Инверт Паша будет... Заниматься Персами. Вот отсюда будет идти. План ему пока такой. Намалюем. Всё. Вот так вот, вот так вот. А, кстати, я ещё важную деталь не сделал сейчас. Ой, боже мой. Не хватает пехотного снаряжения. В Трапзоне по одной пехотной дивке. Будем производить. Пока много слишком нельзя. Керенского убили. Не производится оборудование. А, артиллерия всё-таки нужна чуть-чуть. Так, нужна чуть-чуть артиллерия. У нас просто не будет тут хватать чего-то из этого. То ли алюминия, то ли... Что мы с ним? Вольфрама, что ли? Поэтому... Поэтому я не знаю. Не уверен. Он в шаблоне гарнизона, по-моему, есть. В артиллерии. Давай пока подождём. Пока подождём. Сейчас мы стабилити чуть-чуть выправим. Побольше доступных фабрик будет. И можно будет... Тогда что-то такое придумать. Пока, потому что... Будет дичь. Творится. Эдуард Каранован, да? Так. Сманская администрация. OPDA. ПП у нас отжало. Так нагло. Случился Чёрный понедельник. Майнгоут. Да, это... Аналог Великой депрессии. Мирового финансового кризиса. Пятая англо-афганская война. Случилось у нас тут. Так. Выбрана Франция. Это Волье или как-то так. И Российская Республика объявляет войну Советской России. Вторая Российская гражданская война начинается под руководством Бухарина. Ну, Бухарин, удачки тебе. Ммм, даже Петроград отжал. Вот это жесть. По столицу России Казань. У Республики. Под руководством Лабра Корнилова. Не совсем по канону тут получается. Историческому. Тут чаще всего побеждают Кирилл Романов. О, Российская Республика объявляет войну Финляндии. Ну, это хорошо. Они, значит, наваляют финнам. А вот и Чёрный понедельник у Османской империи. То есть тут бяки с германскими и австрийскими компаниями. И Великий Аллах нас защитит. Будем надеяться. Так, у нас теперь полная бяка с ресурсами. Поэтому будем как-то выживать. Производство вообще нагрохнётся, потому что ресов не хватает. Ну, бывает, хочу сказать. Так, сейчас мы пойдём вот по этой линии и попробуем выправить... Выправить ситуацию. Высокая популярность нам немножко скрасит падение ПП. То есть стабильность мы сможем выправить немножко быстрее, чем... Выправил бы Абдул-Меджид, так скажем. Первый интернациональный конгресс. Но мы в нём не участвуем. Нам это нефть не надо. О, Российская Республика что-то какая-то вообще дерзкая попалась. Она на Дон-Кубань сразу напала. Корнилор что-то вообще псих какой-то попался, действительно. Ты глянь только, он всех мочить пошёл. Сейчас ещё на Рдун падёт, там, на Монголию, на Каучака и будет вообще весело. Так, ну вот это я где-то видел. Республика Китай нападает на германский Китай. В общем, тут какая-то жесть уже сейчас, ничего страшного. Николас Гла выбран... Выбран кем-то там. В принципе, нам это не важно, потому что... Мы не коммунисты, и коммунистами не будем, дядюшка Рисёч. Хотя кто-то считал, что Инверт Паша сможет стать коммунистическим лидером крутым в Средней Азии, но не стал. К басмаческому движению перешёл. Так, ну вот это логичная воевашка. В степях... Так, Димунион Индия с Афганистаном писали перемирие. О, у нас уже первая дивка образовалась. Давай так, давай где-нибудь дивок 5 мы прикрепим сюда, обучим, прикрепим. И оставшиеся, которые будут обучаться сюда, в Аравию. Рабский конгресс. Рабские националисты в Египте там что-то начали творить. У нас ещё и ППУПа. Да, бяки пошли. Что-то началось... Ремилитаризация от Синии. Рабский конгресс. Вот, можно уже реформы бахать. Потихонечку. Надо стабильти выправить. Дойч Митл Африка нападает на Португалию. Кстати, в тестовой катке Дойч Митл Африка развалилась на кучу всякой херни. Под руководством различных немецких лидеров, ну и регионов в некоторых местах. Это забавно получилось. Я даже не знаю почему так. Польша... Движется к синдикализму. Так, ментовки. Ух ты, Дзержинский пришёл к власти. Не каждый день такое случается. Так, давай-ка мы тут... На всякий случай сапёриков... Ой, сапёриков... Разведчиков. Сапёриков тоже надо будет, но попозже. И вот здесь вот так. И надо будет ещё стройки поставить. В следующий раз исследовать. Стройки, потому что тоже нужны. Эффективность производства, стройки и всё такое. Так, вот. Анафи синдикалисты достигают итальянского большинства. Это где? Здесь или здесь? А, здесь. Итальятти. Милая фамилия для итальянца. Савицкая Россия чуть-чуть побеждает. Российская Республика что-то вообще плюёт на Финляндию. Революция в Сиаме. Это у нас вряд ли. Сильно заинтересует. Нам интересна движуха в России. Потому что, если Россия будет такой агрессивной, то нам с вами придётся тяжковато. Ведь, когда они загасят Дон Кубани, они могут пойти сюда, а потом и к нам. Поэтому надо готовиться к этому. Повороту судьбы. А Советская Россия пока побеждает. Видишь, немножко продавливает. Главное, чтобы Вторая Великая Война не случилась в 37-м году. Такое почему-то часто случаться стало. Стабильность чуть-чуть поднялась. Как у нас по фабрикам дела? Может, что-то освободилось для покупок? Не, нифига. Ну ладно, придётся ждать. Придётся нам ещё немножко подождать. Посмотрим, как Советская Россия валит всё и вся. Так. Сейчас нам надо качнуть, знаешь что? Вот эти вот четыре штуки. Их можно потихоньку, наверное, вкачать. Без особых проблем. И готовиться к тому, что тут ещё какие-то бяки случатся. Но это попозже. Дружок, я тебя прикрепляю сюда. О боже мой, они... А, они обучаются, наверное. Смерть Пии 11-го. Ну и Ран вряд ли сможет нам кучу народа противопоставить. Я думаю, Дивок 20 справится так. Патернальные автократы. Никаких патернальных автократов. Ничего страшного. Сейчас мы стабильный и выправим. И ПП выправим. 25. Эти ивенты не такие уж и частые. Можно, в принципе, и побаловаться тем, что нам нужна полная популярность. При Рост ПП, как-никак, очень важная штука. Единственное только нам надо будет... Господи, жена у кого-то умерла. У него же 7 жен. По-дуже с кем за... Ничего себе. А вот это предъяло. Я даже не заметил, как это случилось. Советская Россия, по-моему, начинает... Нет, не начинает. Нормально все у нее. Поднятие Монгольской империи. О, Монгольское ханство. О, боже мой! Он уже стал Чингисханом вторым. Что это... Что это такое вообще происходит на старте? Это какая-то... Вообще какая-то дичь. Действительно. Так, что-то Российская Республика меня смущает. Как-то страна, она себя ведет. Слишком слабенько. Как у тебя по дивкам вообще дела? Да нормально вроде. У Бухарина поменьше. Реформы. Сейчас мы... Вкачаем юридические реформы. О, ПП будет еще быстрее расти. Это то, что нам надо, чтобы стабильность выровнять. Вот. И по фокусам надо будет вкачать... Ой, по фокусам. По исследованиям надо будет еще вкачать вещи. Там что-то в Бирме творится. Но это не так интересно. Новые законы... Никому не нравятся. Черт. Ну, ничего. Минус 111 ПП. Так, не так уж и жутко, как могло бы показаться на первую взгляд. Потихонечку мы сейчас выправим ситуацию в ПП. Так. Независимость... Ю... Юридические. Это у нас что-то с юридическим корпусом связано. Или законодательным. Так. Ну, надо бы все-таки Индепенденс, я думаю, сделать. Или Я Закон. Ну, Я Закон-то чётенько, но тут ПП. Как-никак. Я думаю, он вверх по шуме скинут. За то, что он отделил юдишери. Да? Не, Советская Россия начинает убеждать потихоньку. Чарльз Кёртис стал президентом США. Кто это такой вообще? А, это случайно не ты, усач, был тот самый, который... Когда мы за Российскую Республику играли, ты умудрился спасти США от гражданки. Вот это забавно будет, если так случится. Так, давай в стройки уже идти, наконец. Сейчас будут мне в комментариях писать, что это промышленности, мол, отстал. Да тут все отсталые в промышленности. Это козырь их, детка. Поэтому так. Двигайся сюда. Прикрепляйся. Фабрики все еще заняты. Поэтому мы не можем закупиться и поставить артиллерию. Что-то египтян маловато. Они обучаются, конечно. Мы тоже могли бы обучаться, но у нас расход припасов тогда в задницу уйдет. О, он, конечно, что-то с Финляндией стали придумывать. Но вот это меня, конечно, убило. Армянская археология. Я думаю, что возьмем 100 ПП. Почему бы и нет? Потому что стабилити как-никак. Ничего страшного не будет от того, что там армяне что-то наделали. Плюс нам еще вот праздник какой-то мусульманский. И реформы мы вкачали. Так, теперь мы идем вкачивать административные реформы управленческие. The independence of courts. Constitutional court это конституционный вредь бы суд. Ну вот, короче, да, независимость судов пошла. По ходу дела. Вот мы ее и прокачиваем. Тихонечку ПП будет уходить в задницу какое-то время. Таких штук. Но не так уж и сильно. Вон, смотри. Повышение стабилити. У нас уже средняя стабилити будет. Сманская нация стронг. Вот так-то. Как там фабрики-то? Сейчас там фабрики должны будут скоро дать, наконец-то. Так, ребятки, тут шумно было слишком, поэтому пришлось паузу сделать. Но да ладно. Так. Что ж, централизация, децентрализация. Мы остановились на этом. Ну почему бы и нет. Local government. Хотя можно и централизацию сделать. Инфраструктура тоже нормальная. Нормальный такой вариант. Но, хотя билдинг-слот. С другой стороны, фабрика. Ладно, давай больше власти локальным government. Механический комп и развед рота. Так, вот это вот. Качнем. И качнем. Construction. Запись ведется у нас. Так что все прелесть. ПП сейчас нормально будет расти. Все просто здорово. Гаити объявляет войну. В Тиминканской республике. Боже мой. Это не самая важная воевашка в мире. Французская республика объявляет войну Либерии. А, гражданки начались, да? Начались гражданки. Сейчас тут еще Пацифик отвалится. Нью-Ингланд. Появится. Да, вторая гражданка американская. Великая, бессмысленная, беспощадная. О, ЦК надо. Вообще стало. А, все, появилось. Понятно. Сейчас еще Техас, возможно, Мексике отвалится. В файлах мода есть Техас как нация. С лидером Паттоном. Но как корочки тут их нет. У Техаса, поэтому мне кажется, что вряд ли будет потенциальное повышение стабилити. Так, ну тут нам рассказывают, типа, про стабилити, что он то падает, то поднимается и вообще... Окей. Все ясно. Так. Тут мы мужика сейчас заменим. Поставим популиста и джек Паша. Единение и прогресс. Потому что надо. Так. Все у нас пока бьюсь. Так, демократия приперлась в Филиппины. Они ее не ждали, но она пришла незаметно. Вот оно, лицо демократии. Такие вот делишки. Дружочек. Давай сюда. Мы еще одну, наверное, девочку отправим. Мексика объявляет войну США. А! Короче говоря, Техас получается. За Техасом они пошли. Мексика объявляет войну США. Но это интересно сейчас будет. Там понаблюдать, что такое творится падение Вашингтона. Ну, Вашингтон, скорее всего, взяли... Да, синдикаты взяли. Но их сейчас сожрут. С другой стороны. Административная реформа. Нам теперь бюрократию надо бахнуть. Папский канклав. Кто там новый? Северный итальянец. Джон? Джон? Серьезно? Я понял, что это какой-нибудь там, ну знаешь, Бенедикт, еще кто-нибудь. Но не Джон же. Хотя, может, просто неправильно прочитал имя. Может, какой-нибудь Ион. Да. Советская Россия сливаться что-то начинает. Да, началось раздравие, заканчивается упокой. Слушай, пишут, что доступны три фабрики. Да, три, да? Давай, наверное, все-таки закуплю стали. Разочек. Разочек стали закуплю. И начну потихоньку все-таки эту артиллерию производить. Так. Артиллерия у нас вот здесь живет. Однерочка. Достаток аресов. Нам нужен еще кто? А, подожди. Нам же еще надо завод убрать. Точно. Все. Нам нужен Тюнгстен. Тюнгстен Вольфрам. Грубо говоря. Констракшн, где он стоит? Трейд. Тупаем сюда. Можно у Германской империи его и закупить, наверное. Подожди назад. А. У Португалии вот можно купить. Отправить. Все. Пошли. С весами проблемы решились. Французская республика забирает один штат. Канадянка Манвеллс объявляет войну в Дании. А советскую Россию что-то все-таки грызть стали. Потихоньку. Майсор Стейт объявляет войну какой-то там федерации. Индусской. Базовые инструменты качнули. Давай концентрацию промышленности. Типы. Ты меня на Индии. В общем, индусы вообще перегрызлись. Тут друг с другом. Вот это меня больше всего, конечно, до сих пор убивает. Так. Ineffective administration. Ай-яй-яй-яй-яй. Португ ушел в минус немножко. Ну, так бывает. Иногда. Что-то у меня повисло немножко фпс. Либерию, наверное, освободили. Так. Сера Леона. Либерия. Либерию они, видимо, не освободили. Они ее занялись. Ну, окей. Ладно. Пабло Гонсалес. Чего ты таки не напал на США? Ты не видишь никаких действий боевых там. Второй интернационал. Бюрократические реформы вкачаны. Так. И можно идти по этой ветке. С ресечем. Нужно... А надо бы все-таки идти в ОПДА. Вот сюда. Потихонечку сюда идти, чтобы поймать момент, когда там воины будут, и получить бонусы. По поводу ОПДА. Белградский пакт. Так. Еще одна. Последняя дивка, которая отправится в Персию. И надо будет еще несколько создать. Так. Белградский конгресс. Новый вызов для Балкан. Так. Сапот. Никаких сапотов. Минус 50 ПП, конечно. Но сапотов мы никому не будем тут устраивать. Пусть сами разбираются. Мы потом придем и ослабевших чудиков загасим. С чего это мы нашим бывшим рабам, так сказать, будем помогать? Это не наше султанское дело. Коррупция. С 20 ПП. Ну ничего, с коррупцией там тоже фокус будет. Надо его разблокировать в 1938 году. Можно гадарные станции на будущее вкачать. Так. Так. А из этого... Давай, наверное, лучше машины уже начнем. Машинстроение бахать. Потом разберемся. Пусть. Советская Россия снова в контратаке. Почитаем. Вообще как-то странно сражаются. Будто заскриптованно. Чтобы Советская Россия победила. И как-то совсем в поддавке. Идут. По-моему. Мексика что-то вообще не бум-бум в войнах. Пока. Сейчас 100 ПП получим. Можно будет вкачать еще одного министра. Либо бонусы. Деплой дивизии идет потихонечку. А как у нас, кстати, с производством дела? Можно, может быть, пачкой из пятерых. Давай сейчас обучиться. И там потом в следующий раз пачкой из пятерых. Обучим. Набор размещения. Сюда. Сколько они там обучаться еще будут? 9 августа обучиться. Все. Я запомнил. Кстати, нам крит не продали. Хотя, может быть, еще продадут. Этот ивент был, по-моему, когда мы играли за Угайну. Продаж грита. Вот, терки с винами пошли. Форейн ФС. Так. Переговоры с ОПДА. А, и ПП. В правительстве. Можно бахнуть нового дядьку. Но он там где шифратор. Поэтому пользы от него пока маловато. Вот эту штуку надо будет качнуть. Но не сейчас. Можно пехотную снарягу качнуть. Маузер. Вот. А следующим, может быть, добавить именно министра. Национального популиста. Посмотрим. Подумаем. На этот счет. Так. Стройка 2. Чего? У вас, по-моему, даже войны не было. Не. Вот это дичь. Юберийская Федерация сразу же у Испании появилась. Или не сразу же. А может, просто прошляпил эту войну. Не наблюдал за ней. Но все равно это немножко странновато. Получилось так быстро. Америкосы еще не разрулили свои вопросы до сих пор. А там еще и Мексика ведь воюет с ними. Ну, с США воюет. А на Техас хочет. А хотя, знаешь, наверное, да. Она просто тупо стоит, чтобы потом по скрипту отжать Техас. Она как-то так и будет. Синдикализм в Бирме. Но это нам пока не важно. О, финны пошли в атаку на Кольском острове. А у нас 12 августа. Так, давай, значит, тебя сюда крепить. И мы пачка и в 5 дивок. Типа фигарить. Так. Пачка и в 5 дивок, но с ограничением. Наверное, дивок 10 всего. Обучим. Таким вот образом. Потом посмотрим. Болгария объявляет войну с Сербией. О, тут какие-то вообще разделы. Провок случились стрёмные. О, боже мой. Самая бесполезная война в мире только что произошла. Там какие-то морские батлы. Интересно, кто бы тут мог сражаться? Неужели флот Российской Республики? Далековато ему плыть. Потому что Болгария с кем там только... А, она ещё и с румынами. Ну, с румынами ещё может быть. Там какой-то батл и есть. В общем, Болгарию сейчас разорвут. На мелкие кусочки. Наверное. Но это не точно. Пока не точно. Нам за собой бы следить. Нас ведь тоже могут порвать. Сейчас надо ОПДА качнуть ещё. Российская Республика и Королевство Финляндия подписывают Белый мир. Походу, они профукали колу. Ещё кое-какие территории. В общем, Советская Россия сейчас разорвёт Российскую Республику. Дон Кубань, наверное, тоже в выигрыше окажется. Потому что что-то тяпнет. А может и нет. У нас пока всё спокойно, без перемен. О боже, какая Албания. Большая. И она наша, что самое забавное. Её потом интегрировать можно будет. Но это попозже. О! Они восстановили царский дом. Только поздновато что-то они восстановили. Вот Кирилл первый пришёл. Хотя, кто знает, может сейчас придут, наваляют за царя. Дивок-то у них много. У ПДА. Негетейшнс. Тоталисты победили в Харате. Это пока тоже не очень важное известие. Потому что там реально особо. Особо это нам ничего пока не даёт. Так. Авиация. Веселые доктрины. Ставка на артиллерию. Улучшение отношений со всеми подряд. Мнение Судана. Дождик минутку. Мнение Судана. А где Судан-то? Судана-то нету. Пока ещё. Так. Дикейшнс. Можно пойти сюда. Конечно. Тут два Ресёча. Выглядит. Можно пойти в армию. Опыт. А. Опыт они дадут. Дадут. Фэктори военные. Нам бы фабрики, конечно. Фабрики тут нам никто не даст. Заводы нам пока не особо нужны. Прямо так шутка. Можно Ресёч взять. Да, может пока Ресёча всё-таки качественно. Улучшение отношений со всеми подряд. Это немножко потом возьмём. Хотя как со всеми подряд. Там, по-моему, только с мусульманами. Улучшение мнения. Сует Раша победоносно захватывает провочку за провочкой. Набор размещения потихонечку у нас ведётся. Австрияк идёт в федерацию. Но они всегда почти сейчас в федерацию идут. На этом патче. Еврейские иммигранты из-за Ужира. Чё, дядь капитен решил порядок навести там. Ну окей, велкам за 40 пп. Да, там дядька Питер Мсюч сидит. Молодец какой. Евреям нагоняю строить решёт. Ну, болгарам уже весело. Софию у них отжали. Так что скоро болгарю разорвут. С США пока не всё ясно. Увеличение агрессов. О, вот это надо взять. А тут у нас что можно? Ментовочки. Можно в танк чуть-чуть пойти. Исманские танки. Ну, что иранцы меня не радуют особо. Гигантским количеством дивок. Я считаю, что от них главная угроза будет идти. Но она не идёт. Что-то монгольский Чингисхан Второй вообще ничем не занимается. У меня вот... О, а ты кто? Григорий Семёнов. О, у него даже биография есть. Таман байкальских казаков. Прелесть какая такая. Так, у нас людей не хватает. Вот мы потом сможем, наверное, исправить. При помощи ПП. Так. Обучившихся людей пока будем сюда крепить. Надо, ну, хотя бы, чтобы тут линия фронта была по одной дивке поставить. Армянское правительство просит помощи. Отправить вой... Так, отправить войска. Исманские войска вступают в Армению. Русский вопрос. Слушай, тут армян как-то дофига наплодилось. Конечно, и такие. Типа, трудная гвардия, которую работать труда не составит. Но всё-таки. Отправить войска. Это... Это они у меня мэнпауэр отожмут или как? Не понимаю немножко. Хорошим квешим. Так, арестовали кого-то. Просто я не знаю, верить армянам или не верить. Энгер Паша сказал бы мне, что верить им не надо. Давай я, наверное, сохранюсь тут. Чтоб не пожалеть потом. С эмбергами. Так, да, пошло мы в войска. Что будет? Дивка добавилась. Целая одна дивка у них добавилась. И 8 тысяч человек ушло. Где-то примерно. Так, у нас ещё люди обучились. И эти ещё люди отправляются сюда все. Идеологический фанатизм. Прокачивает тормяшка. Нам там немножко осталось обучить дивок. Советская Россия продолжает громить Российскую империю. Преформы образования, между тем, мы вкачали. Переговоры никакие пока вести не выходят. Мы разблокируем слот в таком случае. Там потом можно будет дальше идти по политической ветке 38-го года. Бедную маленькую Баугарию аннексировали. Сейчас её марионеткой сделают, наверное. Селебрейт. Так, 150 ПП. Можно призыв изменить, но я, наверное, пока не буду. У нас будет запас где-то тысяч в 100 человек. Так, добавить министра-популиста. Либо сделать... Давай, наверное, сделаем командующего армии. Командующий армии будет вот этот вот интересный парень. Потому что с воинами скоро уже начнутся всякие вещи творится. Именно на нашей территории бунты и прочее. Всякие курды. Будут вылезать непонятно откуда. Ну и обучение у нас потихонечку проводится. Армяне, кстати, не взбунтовались. Всплыл у меня ивент просто про то, что можно войска отправить. Так, мы оправились, наконец, от Черного Понедельника. Получили ПП. И, может быть, даже стройки у нас теперь будут повеселее. Да, три фабрики строят. Это уже нормально. Еще дивка обучилась. И эту дивку мы отправляем. Так, они, в принципе, все провинции заняли, да? Все, все провинции заняты. Давай тогда мы создадим на всякий случай, на случай бунтов, запасную армию. Будет ей командовать... Ахмед Кемаль Паша. Вот, кто будет ей командовать и будет стоять она вот здесь. На случай того, что какая-то бяка с армянами именно случится. В принципе, до Курдистана тоже недалеко. Как только какой-нибудь бунт случится, эпизод закончим. Вот, сейчас мы просто аутируем, так скажем, в военном плане и занимаемся политикой. Такие дела. Кстати, выполняй приказ. Нарисованный. С университетами нам осталось самую малость, один месяцок прогнать. С университетами. С университетами. С университетами. Уже до урауа дошла, до северного. О, жесть. Жесть ты какая. 42% в Курдусе защитников. Сын что-то какой-то миролюбивый попался Никого не атакует Как дела в США? Ну и на этот столицу уже весело Government Intervention Все черного понедельника мы все лучше и лучше Поправляемся И это круто В общем стабильность благодаря Такому Индивиду как и с моего первого НГПШ все просто Супер становится Да, так, увеличение рисов Можно поставить Можно Почему бы или нет Так Сколько там нам Три Ох, три Шестьдесят три Дня Тристи Неделька осталась буквально Скоро тут бяки начнутся Мы сможем переговоры с Австрией провести Потом будут бяки с Францией Тоже надо будет переговоры провести Бяки Германии с Францией, конечно же Так Мы вкачали университеты Это пока все заблокировано Для нас это тоже заблокировано Политика А Речь Султана будет Political Interests Это будет чуточку попозже доступно Модернизация Ну пока рано Хотя Ладно, давай Армя Модернизация Так Слот От дядюшки Ресеча Давай второе Увеличение ресов А ты, дружок Иди сюда Сколько там? 7 из 70 дней О боже мой Какой ты страшный чувак Верни Дзержинского Что с ним случилось? Так Ладно В принципе это не наше дело Кто этот страшный мужик И почему Дзержинский ушел Так Куча людей Добровольцев К Кирилу Направилась Мы тоже могли бы Кстати вроде бы Направить добровольцев Но делать этого конечно не будем Зачем Можно было бы армейский опыт получить Но мы будем готовиться К бунтам у себя С модернизацией Буквально половинка уже Прошла Так А это что такое? Королевство Часон Марионетка Японии Что за дела вообще? Я по-моему не видел Ивента О корейской Марионетке Ладно Тоже О мексы пошли Что ли Наконец Техас Отбивать Так А вот И Какие-то там Начали Чудики Буянить В правительстве Пока мне не доступны Неприкрепленные дивки 5 дивок Примерно Нам надо будет В Армению Отправить От 5 до 7 Как-то так В случае Если они восстанут Будущая стабилизация Все Нету черного понедельника Мы Просто молодцы Получили еще и ПП Так Мэнпоуэр пока не буду увеличивать Давай последнего министра Возьмем Популиста национального И погнали дальше Посмотрим Что тут интересного Предложат нам Ну и досмотрим Что же все-таки Случится Может все-таки Российская империя Даст Контруда Или нет Вторая Великая война Кстати все еще Пока не случается Проситься Вступиться в альянс Мы пока не можем Да и не будем Наверное У нас свой Османский путь Теперь Теперь Все Сейчас вкачаем Новые заводы Стали я думаю У нас хватит Чтобы больше винтовочек Производить Улучшение отношений Со всеми подряд Это пока Нарновато Так Авиация Доктрина В доктрина Можно пойти Или в снаряжение Дополнительно Давай Можно дополнительное Пехотное снаряжение Возьмем Заводики Два заводика Сталь Минус два Говоришь мне Да? Так тоже Фигню мне Предлагаешь Ладно Придется еще Стали купить Что поделаешь Дом Кубань Пока только Свои провинции Отбивает Так На этот Стрицу Все веселей И веселей Туркестанское правительство Туркестанское ханство Проигрывает Бунтов Нас пока нету Не случились Хотя Когда Я вот сейчас Первый раз Прогонял Первым случился Бунт армянский Вместо того Чтобы отправить войска И вент У нас был вент Что армяне Свои порядки Начали устраивать Вот Так Бонус к докторе Смотри нам Какую бы нам взять Согневой мощи Приклоклонирование Так Ну Вот это точно Не наше Солд Можно попробовать Взять и немецкий Образец Это будет прикольно Но С танками У нас Бяки Нам бы что-то Пехотное Ладно Давай возьмем Все-таки Французский Образец Так Так Grand Battle Plan Tanks Эксплэннинг 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 Или вот этот Можно Саппот Тут Саппот Больше играет Ушейная война Ничего себе Максим Планирование Защита Порыв Не знаю Я не уверен Просто Или девять Ладно Давай возьмем Все-таки Такую Попробуем Попробуем По такой Пойти Доктрине Так Надо бы Еще что-то Флотское Вкачать Улучшенные Подлодки Тут Флот Вообще Отсталый Хотя бы Что-то Такое Взять На вооружение Эквипмент Тихонечку Прокачиваем Учились Еще Людишки Отправляем Их К Деревану 5 Дивизий Мы Набрали Так Вот тебе И Курдское Водстание Курдистан Естественно Мы Объявляем Курдистану Веселую Воевашку Косманская Империя Объявляет Войну Курдистан Так Ладно Сейчас я План Переделаю И мы С вами Пока Тогда Закончим На этом Или Сколько У нас Съемка Идет Где-то Ладно Давай С Курдами Разберемся Сегодня Сейчас Мы Веру Удалим План Так Вот и Сделаем Он по-человечески Сколько тут Народу 13 19 Дивок Да немного Вверх Паша Затащит Давай Иди сюда Все Все сюда Парни Курдам Восстание Так У нас Еще Люди Не Прикрепленные Давай Их Наверное К этому Восстанию Прикрепим К подравлению А нам Кстати Достаточно Будет Сюда Сгонять И Будет Вообще Весело Этим Курдам Они Одной Милиции Воюют Куда Давай Ка сюда Мы вдарим Немножко Помощнее Да Ёлки Вообще Какая-то Фигня Происходит Тут Если Честно Так Нам Пока Не важно 3 4 5 7 8 9 Все Мы захватили Главную Провинцию Курдистана И ему Жопа Поздравляю Мы Забираем Себе Свою Нефть И Вообще Мы Забираем Все Курдистана Больше Нету Жил Был И Сплыл Так Все Дойдем Мы Наверное Два Ивента Речь Султана Сегодня Доиграем Вкачаем И закончим Эпизод На этом На этой Позитивной Ноте Все ПП вернулось Все Курдам Жопу Надрали 60 Получили Отлично Просто Просто здорово Это победа У нас 7 июня Между тем Сколько там мне надо будет ждать Речь Султана Какого числа Ай Какого числа Она будет Ты Алеша Почему Уезжаешь Так Далеко А 1 июня Это все То есть Вот сейчас Мы вкачаем Тот фокус Речь Султана Посмотрим Что там По ивентам И закончим Эпизодик Вот так 65 6 7 8 Давай 9 Все Скачаем Политические Интересы Так Сколько они там 28 дней всего Будет качаться Этот фокус То есть В принципе Недолго Скоро тут Тось Арабская Еще объявится Навалять захочет Так что Надо Приготовиться И к этому Ну Мы уже Поставили Планы Армяне Не хотят Вставать После того Как мы Войска Ввели Что-то Им там Совсем Не весело Так И У нас Свободные Фабрики Появились Давай Еще Фабрику Здесь Поставим Или Не Здесь Давай Тут Все Политические Интересы Сейчас Докачаем И потом Пойдем Дальше Посмотрим Что Будет Интересного Стариденька Как там Советская Республика Казань Сейчас Захватит Столицу Речь Султана Вот так Вот Смел Первый Инвер Паша Заявил Что Все Прямо Супер Мы Можем Великими Вещами Начать Заниматься У нас Будет Выбор Поддержать Парламент Получить ПП Навкачивать Кучу Интересных Вещей Поддержки Парламента Там У нас Потом Власть Закона Единства Либо Можно С автократии Что-нибудь Взять Как вариант С оппозиции Посмотрим Посмотрим В общем Решим Я не буду Сейчас Это пока Качать На этом Мы Просто Пока Закончим Сохраняем Игры С вами был Дмитрий Подписывайтесь На канал Делитесь Видео Ставьте Пальцы Вверх Всего Доброго Увидимся В продолжении Помните Что Все Самое Интересное Еще Впереди Thank you Guys